С его помощью можно смоделировать любую ситуацию на дороге и научить маленьких участников дорожного движения принимать правильные решения. Этот автомобиль авторы назвали «Лабораторией безопасности». Разработка уникальная, рассказывает Алексей Дюмин. Это обучающий терминал на колесах, где есть все необходимые макеты дорожных знаков, возможности проводить аудиоуроки. Обучающая площадка за считанные минуты разворачивается в любом зале, либо прямо под открытым небом. Здесь представлен специальный макет автобуса передвижного, маленький автобус внутри большого, это легкосборная конструкция, которая используется для отработки безопасности поведения на остановках общественного транспорта, посадке-высадке, поведения внутри автобуса. Также сам автомобиль участвует. Создается, например, уличная локация, большая, с пешеходным переходом, что позволяет моделизировать там регулируемый, нерегулируемый пешеходный переход. Мобильный комплекс разработали в рамках федерального проекта «Движение без опасности». Его реализация – выполнение поручения президента страны. Снижать травматизм на дорогах, особенно детский, поставил задачу Владимир Путин. Подобные комплексы в ближайшие два года появятся в 30 регионах России. Тульская область бесплатно получила его первой. Новинку презентуют на базе 7-го образовательного центра Тулы. Гостям рассказывают, здесь есть собственные наработки по обучению детей правилам дорожного движения. В специальных оборудованных классах проходят уроки по окружающему миру. Ребята знают не только все дорожные знаки, но и правила поведения на дорогах. Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть сначала налево, потом направо, потом опять налево. Дойти до середины и опять посмотреть налево, потом направо. И дойти спокойно до конца дороги. Кататься на велосипеде можно только с 14 лет, либо по бордюру и по велосипедной дорожке. За круглым столом продолжают обсуждать проблемы безопасности на дорогах. Алексей Дюмин отмечает, в последние годы число ДТП снижается. Но ежегодно по стране в них гибнет больше 20 тысяч человек. В Тульской области в прошлом году произошло 589 наездов на пешеходов. В 98 случаях погибли взрослые и дети. По статистике, трагедия случается часто по вине самих пешеходов. Мы сталкиваемся с крайне низкой культурой поведения на дорогах. И она продолжает, к сожалению, оставаться таковой. Сегодня очень важна серьезная информационная работа. Необходимо уделить внимание воспитанию внутренней дисциплины, уважительное отношение к закону, правам и жизни других людей. В рамках выполнения поручений президента России с 20 февраля по 5 марта в этом году у нас прошла всероссийская социальная кампания «Сложности перехода». Эта кампания стала заметным событием для нашего региона. Часть детей соблюдать правила дорожного движения проще научить и взрослых, соглашаются участники «Круглого стола». Ведь удалось автолюбителям приучить возить детей в автокреслах, приводит статистику Виктор Нилов, начальник Главного управления безопасности дорожного движения МВД России. Почти вдвое снизилось и число нетрезвых автолюбителей за рулем. Если раньше мы считали каждого девятого, то сегодня мы добили, что это каждый четырнадцатый только участник дорожного происшествия. Я, Алексей Геннадьевич, привел цифры, что у нас практически каждый двенадцатый нетрезвый водитель задерживается по информации граждан. То есть давайте мы согласимся с тем, что мы не должны быть безразличными к тому, что творится на наших дорогах. И тогда, поверьте, все быстрее, намного быстрее будет меняться. Что касается мобильной лаборатории безопасности, она сможет приезжать в любую школу региона. К тому же специалисты проекта обучат местных педагогов, которые в дальнейшем будут проводить квалифицированные занятия по безопасности дорожного движения самостоятельно. Надежда Милюхина, Роман Тюкин, Первый Турский.